Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я, Наталья Алексеевна Журавлёва, являюсь секретарём по идеологии Надеждинского местного отделения КПРФ. Ну и, естественно, я являюсь ещё и учителем Надеждинской первой школы, учителем истории и общества знания. По поводу нашей школы. Наша школа очень древняя, так сказать, ещё до войны построена. Одна часть школы ещё построена до военное время. И поэтому она давно уже должна была быть построена, новая школа, потому что одна часть школы находилась в аварийном состоянии. Об этом, о строительстве новой школы шла речь ещё до перестройки. И был хороший проект, и всё остальное. То есть уже мечтали все дети, родители, что будет хорошая новая школа. Ну, эту школу, как значит, началась перестройка, и всё дело кануло в лето. Затем была ещё одна попытка построить школу, когда уже начал потолок там в аварийном состоянии. Ну и опять сорвалось строительство новой школы. Сейчас, вот в этом году, был заключён договор о построительстве новой школы населения. Всё обрадовалось. Родители, дети, которые давно мечтают о новой школе, обрадовали, что будет школа построена. Ну и опять всё вот разнесли, растащили, и ничего не получилось. Опять только парк исковеркали и так далее. Что касается школы. Школа наша рассчитана сейчас, она была рассчитана где-то на 400-500 человек. А сейчас учатся в школе, вот в настоящее время, где-то почти 1400, при этом чуть меньше прибывает и прибывает. Почему? Потому что новые микрорайоны строятся, допустим, Полесье. Значит, и приезжают вообще из города люди, строят себе дома, дети тут учатся. В гидрогеологии большой микрорайон и так далее. Более того, в нашу школу подвезны дети с посёлков, сёл, не с посёлков, а сёл. Ну, западный. Соловей-ключ, ключевое приезжает учиться. Ну, говорю, из Полесья-Надежинской, где большой, там микрорайон уже расстроился. И, конечно, детей увеличивается. В классах сегодня наполняемость вот в пятых классах, в шестых классах, в пятых уже по 32 человека, 33, просто некуда даже детей посадить. Дополнительные занятия негде проводить, к экзаменам детей подготовить и так далее. То есть нам не хватает элементарного пространства, чтобы можно было выполнять нормы требований в ГОСов и учить детей так, как положено этим требованием. Поэтому ждали-ждали школу. Народ сейчас возмущённый. Вот замороженный этой стройкой проходит. Я ещё депутат Надежинского сельского поселения. Ко мне обращаются мои избиратели. Все возмущаются с вопросом, когда будет школа. Я задаю этот вопрос нашей власти. Говорят, будет, но неизвестно, когда. Строить будем. Конечно, буду строить, потому что детей где-то надо учить. Потому что это сегодня возмущает так население Надежинское, что ко мне обращались с тем, что будем писать письма, обращаться к президенту и так далее. Потому что это уже, знаете, длится 30 чем-то лет, лет 40-50. Обещают построить школу, а школы всё нет. Поэтому это сегодня для нашего села, для нашего района, это проблема номер один. Сегодня и школы переполнены, которые в посёлке Новый, которая школа, она тоже сегодня достаточно много детей там поступает, потому что микрорайоны выстраиваются. Прохладная, которая рядом с нами, тоже уже школа работает две смены, если раньше работали в одну смену, теперь тоже две смены работают. А мы начинаем в нашей школе. В 8 часов начинаем работать и заканчиваем в 19 часов. Поэтому и даже в субботу у нас времени не бывает, чтобы где-то с детьми позаниматься. Так что проблемы у нас такие. Народ возмущается, очень сильно возмущается. Всё, спасибо. Продолжение следует...